Здравствуйте! О главных новостях в Орле-регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Красавец-завод, который даст рабочие места. Курс на импортозамещение. В Зеленой Роще запущен завод по обработке цветных металлов. Это классическая схема производства. Своё и качественное в Новый год на столах у Орловчан будет местная продукция. На любую просьбу сразу кликайте. Нам приятно это слышать. Проверка по ту сторону колючки. Общественная комиссия проинспектировала условия содержания колонии номер 5. Мы для будущего. В ТМК «Грин» прошел слет молодежного актива региона. Развитие импортозамещения. Открытие новых предприятий и создание дополнительных рабочих мест. План совместных мероприятий обсудили губернатор Орловской области Вадим Потомский и премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия. Стороны подписали соответствующее соглашение. Рабочая встреча прошла в среду в посольстве Республики Абхазия в Москве. В частности, речь шла о возможности создания на территории нашего региона Орловско-Абхазского торгового дома. Проведение совместных ярмарок и выставок организации летнего отдыха школьников в оздоровительных лагерях Республики Абхазия. Итоги года, перспективы работы и планы на будущий год обсудили представители управляющих компаний и заместитель председателя правительства Орловской области Александр Ремига. Уходящий год для ЖКХ стал нерядовым. Стартовала новая программа капремонта, управляющие компании прошли обязательную процедуру лицензирования, а жители региона получили больше возможностей для их контроля. Также на совещании обсуждался вопрос о приведении в порядок дворовых территорий. Губернатор поручил выделить 500 миллионов на реконструкцию дорожной сети города Орла и приведение под праздник 450-летия нашей областной столицы в порядок. Я последнюю неделю прошелся пешком по многим дворам. Был практически во всех районах города. И я могу сказать, что состояние внутри дворовых территорий отвратительное. Вы со своей стороны какую работу проводите для того, чтобы в наших дворах стало чище? Орловская область продолжает отказываться от импорта. Цинский завод по обработке цветных металлов запустил производство. Напомним, объект стал вторым резидентом индустриального парка «Зеленая роща». Сергей Кравцов побывал на церемонии открытия. Официально открыт завод по обработке цветных металлов запустил первую очередь производства. Хотим поздравить всех жителей области, региона, города, что невзирая на экономические трудности в стране, особенно в области, мы открываем красавец завод, который даст рабочие места. Выпускают здесь прокаты из меди, латуни, бронзы. Потребители предприятий особо важных отраслей. Машиностроение, судостроение, авиации и других. Производственная мощь – 200 тонн в месяц. На 80% завод замещает импорт в стране. Новых санкций не боятся. Производительность будет увеличена. На сегодняшний момент у нас работает половинный участок, прессовый участок, участок резкий. И открылся новый цех. Это цех волочения. Сотрудники завода социально обеспечены полностью. Заработная плата в месяц достигает 40 тысяч рублей. На сегодняшний день персонал предприятия – 50 человек. В будущем их число возрастет до 500. У нас предусмотрена программа повышения квалификации наших работников. Строительство собственной столовой. Бесплатное питание. Вот буквально как сейчас выйдем на проект в мощность. 1 миллион 200 тысяч рублей. Настолько пополнят местный бюджет до конца года. Это только от налоговых отчислений. На 16-й год у них план начать строительство второй очереди. Где уже из этих вот изделий, которые они выпускают, будут выпускать счетчики водяные, газовые, значит, бензиновые и другие. Заводов по обработке цветных металлов в России единицы. На европейской части страны их два. Один из них здесь, в Зеленой Роще. Сергей Кравцов, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. В преддверии праздников проверка качества продуктов на прилавках специалистами надзорных органов ведется наиболее активно. Особое внимание ценам. Не допускать их необоснованного роста, такое поручение дал губернатор Вадим Батомский. Тем более, если товары это орловских производителей. Виктория Яркова о местном и качественном. Лаборатория Орловского кристалла «Святая святых». Здесь происходят самые важные анализы. От щелочности, говорят, здесь зависит вкус производимой продукции. Сейчас настолько высокие технологии производства некачественного алкоголя, что отличить качественно от некачественно может только специальная лаборатория, обладающая такой компетенцией. Но на нашем предприятии настолько строго следуют технологии. Все тайное может раскрыть вот этот прибор. Хроматограф определяет 22 компонента. Качественный продукт, на заводе которому больше 100 лет, производят по старинной рецептуре. Тут верны традиции. Не устает напоминать главный технолог, Инна Быкова. Находимся на одном из технологических участков производства продукции. Этот участок представляет собой, как вы видите, фильтрационные колонны, где происходит фильтрация продукции. Это классическая схема производства, которая зарекомендовала себя как выпуск высококачественного продукта. Уже в другом цеху происходит непосредственное смешивание ингредиентов. Они, кстати, все отечественного производства. Никакой синтетики, которая присутствует в продукте суррогатном в составе продукта Орловского кристалла, нет. В этих технологических химкостях мы осуществляем приготовление. Сюда внесены определенные ингредиенты. И для того, чтобы технологу понять, что он из себя представляет, уже этот продукт мы его дегустируем. В первую очередь дегустация цвета и запаха. Уже потом производственный продукт разливается по фирменным бутылкам. Подделать такие практически невозможно, уверяет руководство завода. Сегодня работу в Орловском кристалле нашли свыше 80 человек. В следующем году штат расширят до 140. Связано это с запуском новой производственной линии. Виктория Юркова, Владимир Назрачев, телеканал Первый областной. Выпуск продолжит блок экономических новостей. С ними вас познакомит Ксения Туркова. Здравствуйте. Начнем с главного финансового документа для всего региона. Орловскими парламентариями на декабрьской сессии был принят бюджет на 2016 год. Основные его параметры озвучил заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадим Тарасов. Несмотря на всю сложность формирования бюджета 2016 года, нам удалось сохранить социально защищенные статьи бюджета Орловской области. Нам удалось проиндексировать меры социальной поддержки для наших граждан на 2,5%. У нас предусмотрены денежные средства на завершение программы по 450-летию города Орла. Я уверен, что все объекты, которые запланированы, будут обязательно построены и введены в срок. Нужно отметить, что проект главного финдокумента Орловской области в этом году составлялся только на один – 2016 год. Завод «Левгидромаш» получил полмиллиарда рублей на проект по импортозамещению. Такое решение принял экспертный совет Фонда развития промышленности Минпромторга России. Всего ими одобрены займы трех импортозамещающих проектов в области нефтегазового машиностроения. Орловское предприятие получило самую крупную сумму. Средства будут направлены на развитие производства насосов и насосных агрегатов, превосходящих зарубежные аналоги по эффективности и надежности. И к мировым новостям названа самая зажиточная страна Евросоюза – это Люксембург. Данные обнародовал Евростат. Показатель на душу населения, выраженный в стандарте покупательской способности, в статистике менялся от 51% от среднего по ЕС в Болгарии до 141% в Люксембурге. В десятке самых богатых из 28 стран Союза – также Германия и Австрия. Там показатель превышен более чем на 20%. Самыми бедными в этом списке остаются Румыния и Болгария. На этом у меня все. О других экономических новостях я расскажу вам ровно через неделю. В Орловских детсадах начались новогодние утренники. В одном из них сегодня встречали гостей. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский, а также руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Вдовин приехали навестить воспитанников детского сада оздоровления и круглосуточного пребывания номер 16. Малышам и их педагогам вручили новогодние подарки. Партия «Единая Россия» шефствует над садом последние 4 года. Партия «Единая Россия» сегодня помогает детскому садику. Депутаты фракции «Единая Россия» областного сайта народных депутатов по программе наказывает избирателей, выделяет денежные средства на замену окон. Вот в этом году помогли отремонтировать крышу. Проводим постоянно здесь в субботниках. Исправительную колонию номер 5 проинспектировала группа общественных наблюдателей. Подобный визит стал пятым за этот год. Проверяющие оценили условия, в которых содержатся заключенные. Подробности в сюжете Алины Лагутиной. На сегодняшний день численность осужденных, отбывающий срок в исправительной колонии номер 5, составляет 1250 человек. Основной рот их деятельности – швейное производство. Наблюдательную комиссию в этот раз интересовали условия содержания. Мы уделяем внимание санитарному состоянию столовой. Почему? Потому что именно со столовой, если здесь будут нарушения, могут начаться и отравления, и неприятности, и возмущения. В колонии мы не можем допустить этого. Члены комиссии вместе с журналистами проследовали в столовую, а точнее в цех приготовления пищи. Проверили частоту вытяжек, условия хранения продуктов, товарное соседство. Оценили и качество уже приготовленной пищи. Вы как оцениваете? Вам понравилось? Вы знаете, ну, я думаю, что вот уху такую, как сейчас приготовили, мы тоже дома готовим такую же уху. Она вкусная, с рыбой, нормально. Нормально. Значит, каша с сосиской тоже нормально. Пшеная каша, хорошо приготовленная. Здесь очень хороший повар. Скажите, пожалуйста, вот не досоленые досаливаются на столе, да? Да, потому что есть люди, которые здесь не соленые, а кто-то чуть больше досаливаются. Хорошо. А молоко, вот это молоко, это вы получаете? Нам привозят молоко, мы его кипятим здесь и раздаем. И раздаем. Далее общественная комиссия отправилась в медпункт. На базе исправительной колонии имеется стационар и два бокса для инфекционных больных. Членов комиссии заинтересовали препараты и их срок годности. Три года. Три года, все, ясно. Понятно. Значит, до шестнадцатого года. Далее стоматологический кабинет. Здесь проверили журнал учета, оценили техническое оснащение, также пообщались с больными. На любую просьбу сразу кликайте. Нам приятно это слышать, потому что... Вот редко найдешь, что не душил людей, когда ты сидел в чистом. Да? Хорошо. Заключительным местом проверки стала жилая зона осужденных. Спальные места в чистоте, душевая и туалет, вымытые на окнах цветы. Осужденные ни на что не жалуются. В свободное время библиотека есть у нас, газеты, журналы выписываем, шахматы играем, шашки, турниры проходят, футбол в выходные дни. Ну и постоянно читают. Профессию получил. Ну а так... Вывод сделал один, лучше с вами попадать. Это была последняя проверка общественной наблюдательной комиссии в этом году. Никаких нарушений выявлено не было. Условия проживания, даже у людей, которые находятся в местах лишения свободы, должны быть нормальными, благоприятными, чтобы человеку хотелось утром вставать, чтобы хотелось идти на работу, чтобы хотелось ждать конца своего срока, хотелось встречаться со своими родственниками, чтобы у него был вообще какой-то позитивный настрой. Алина Лагутина, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной. Сегодня в Конгресс Холли ТМК «Грин» прошел областной сбор общественного актива, представленного вузами и общественными организациями. Говорили, что было, что будет и в каких направлениях развиваться далее. По работе одной из секций принял участие Сергей Буковский. Знакомьтесь, орловские пассионарии. Преимущественно это студенты, в том числе вчерашние. И те, кто постарше, но душой не стареет. Той душой, которая валеет за новую волну и стремится передать следующему поколению опыт, организовать его и чему-нибудь научить. Например, политике. Для этого здесь работала секция «Молодые депутаты». Если вы представлены в социальных сетях, если у вас есть какие-то контакты, не стесняйтесь ими делиться с другими людьми, потому что от того, насколько велика ваша база контакта, в конечном итоге определяет ваши возможности. Как будущего политика, как любого человека, который занимается какой-то профессиональной деятельностью и так далее. Еще были секции студенческие отряды, молодежное самоуправление, волонтерство, творчество и организация поискового движения. Поисковики начали с того, что рассказали о находке отряда «Ливенский щит». сделанной во время раскопок. Это медаль «За отвагу» с сохранившимся номером, что и позволило найти награданта и его родственников. Медаль «За отвагу» номер 776-620 вручена Мезенцеву Ивану Никитичу, 1924 года рождения. Место рождения – Орловская область, Русскобродский район, село Равнее. Рискуя, Мезенцев выдвигался к фашистским позициям на близкое расстояние и ураганным огнем уничтожал укрепление и живую силу противника. Медаль за подвиги минометчика торжественно передали его внуку, которого специально пригласили на работу секции. Это только одна история, которой поделились поисковики. Во всем остальном их доклады были сухи и деловиты. Отряды и поисковые объединения подвели итоги своих вахт, заявили о стоящих перед ними трудностях и обозначили фронт работы. Не только по поиску, но и по военно-патриотическому воспитанию. Валерий, происходящий в мире ситуации, диктует свою политику. И Россия вынуждена адекватно отвечать на агрессивные акты в нашу сторону. И без справедливости, патриотичного покорения, следующего, которое пойдет за нами, мы, возможно, эти акты сможем не отразить. Поэтому на нас с вами, уважаемые друзья, лежит огромная ответственность. Воспитать хороших, патриотичных, серьезных ребят, готовых отразить агрессию в будущем. Выступили представители силовых ведомств, указавшие на проблемы черных копателей и лже-поисковых отрядов. В случае, если таковые встретятся, было велено звонить вот по этому телефону. В 2015 году на территории области реализировано 201 преступление, связанное с незаконным бородом оружием. Изъято 52 единицы обнестрельного оружия и 22 взрывных устройств. Большую часть преступлений данного вида совершают лица из так называемых этих чужих-закопателей. Организовал этот сбор молодежного актива областной департамент внутренней политики и общественное движение патриота Орловщины. Главная цель – подвести итоги уходящего года и убедиться, что у орловской молодежи есть год не только следующий, но и вообще будущее. Орловский хореографический коллектив «Радуга» вновь вернулся с победой соревнований. На этот раз из Санкт-Петербурга. В северной столице проходил престижный фестиваль, участие в котором принимали танцоры со всей страны. Чего стоила победа, выясняла Екатерина Соленкова. Вся жизнь в танце. Коллектив «Радуга» буквально живет хореографией, отдаваясь любимому делу до конца. Не так давно ребята вернулись еще с одной победой. На этот раз им досталось первое место в престижном конкурсе фестиваля «Гранд-премиум», прошедшем в северной столице. Мы получили лауреаты первой степени, гранд-при, но на этом не стоит останавливаться. И фестиваль нам доказал, что нам еще надо работать, работать и работать над собой, над коллективом, и что мы можем достичь еще намного больших высот. Подготовка к столь престижному конкурсу у орловских танцовщиков началась еще весной. За это время каждому из ребят удалось подготовиться не только физически, но и морально. Регулярные тренировки и воля к победе позволили обойти орловчанам не только своих давних соперников, но еще более 40 коллективов со всех уголков страны и из-за рубежа, а это более тысячи конкурсантов. Несмотря на жесткую конкуренцию, подойти к выступлению нашим танцовщикам удалось с холодной головой. Они показали три номера. Самым зрелищным из них стал казачий «Разгуляй». За этот танец жюри присудило радуге заслуженное золото. Свою победу ребята расценивают как бесценный опыт, ведь в будущем всем им предстоит обучать танцу младшее поколение. Мы воспитываем в будущем педагогов и для работы с детьми дальнейшие. Соответственно, нашим студентам было очень познавательно посмотреть, чему же надо стремиться, как нужно ставить номера, как не нужно ставить номера. В общем, пища и размышления было более чем недостаточным. Когда особенно узнали, что у нас главным соперником будет коллектив из Красноярска от Астра, мы с ними встречались уже в мае. И они на самом деле очень сильные соперники. И после того, как мы узнали, что они тоже там будут, тренировки начали проходить еще в более сильном темпе. Останавливаться на достигнутом коллектив не собирается. Дав себе совсем немного времени на отдых, танцовщики вновь приступили к тренировкам. Как уверяют ребята, впереди их ждут еще более грандиозные победы. Екатерина Соленкова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. На сегодня это все. Об интересном и важном сообщайте нам по телефону 76 10 28 508 088. Это телефон нашей горячей линии. И не забывайте писать на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Новогодний елочный базар. Огромный выбор. Упаковка бесплатная. Молдавская, 23, улица 5 августа. Звони 48 63 87. Ура! Елка приехала! С 26 декабря по 10 января. Невероятное новогоднее цирковое шоу. Мега-елка в Грин-центре. Лазерное шоу. Акробаты из сотни костюмов. 63 04 94. Категория 0+. Давно присматриваетесь к квартире в новостройке? Время пришло. Микрорайон первый. В пешей доступности школа, детский сад, торговый центр, берег реки Орлик и великолепная природа. Уже сейчас ходит маршрутный транспорт. Только в декабре цена от 29 тысяч за квадратный метр. Сделайте новую жизнь ближе с микрорайоном «Первый». Телеканал «Первый областной» объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Раванов. Ничего еще. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова